всем привет с вами андрей вар как это грустно бы не звучало но легендарный трофей я все-таки не получил обидно конечно печально грустно но да не получилось у меня можно пенять на вылеты можно пенять на сложные стадии можно пенять на руки все это вместе дало тот факт что у меня не получилось взять эту алмазную трофейку но сегодня поговорим не об моей алмазной трофейки а вообще по итогам краба какой он жесткий получился как мало людей вообще хотя бы что-то действительно дельное взяли например вы сейчас просто видите топчик беларуси князь как всегда на первом месте и у нас реально топ грустный за счет того что я как бы не взял 70 стадий у меня так и осталось стоять на базе моя алмазная трофейка конечно она не плохая на лучше золотой каменный железный но все равно это не легендарно в этом плане мне реально будет обидно и только я так понимаю только через год я смогу попытаться снова захватить трофейку через год но это долго ждать я на следующем крабе все-таки постараюсь более адекватно следить более четко все сделал и все-таки серьезнее буду относиться краб но перед тем как мы начнем подводить итоги хотел бы сказать что служба поддержки это еще те козлы я им пытался писать делать скрины бросать видосы по поводу того что ну у меня вылетело из-за их бага из-за их бага вылетел дайте мне еще одну атаку дайте мне еще раз попробовать потому что я знаю на тестовых аккаунтах можно бесконечное количество раз использовать атаки там вообще нет никаких ограничений дайте мне одну атаку для того чтобы я взял эту алмазку нет к сожалению мы не можем вернуть атаку к сожалению мы не можем вернуть атаку то есть но им принципе вообще пофиг то есть в основном 90 процентов их ответов так и строится что мы ничего сделать не можем извините простите до свидания ну ладно окей это по поводу переписки на своем стриме просто писал ну и решил вам показать ответ то есть там было еще очень много я им искренне и это они там стандартно вы знаете но сбросьте мы посмотрим а по итогу типа но сбросили видео хорошее как бы все отлично но ничего сделать не может давайте все-таки переходить к повестке дня это разности стадий я видел и в экспертах и у себя в группе мне в личку писали по поводу того что стадий просто пиздец отличаются вот другого слова вообще не подобрать у кого-то вот как например у бананча у меня на стриме было вот левая стадий вы видите там склады на высадке склады просто тупо склады которые ты бьешь и зарабатываешь себе дополнительные очки в канонерку дальше там идут вообще реально безобидные огнемет дальше безобидные эти пулеметы дальше безобидные эти гром из ниоткуда и в то же время если посмотреть на правый скрин там куча просто миллион пушек мартиры потом роковые пушки гораздо больше места пулеметов ракетные установки what the fuck они просто просто совершенно две разные стадии и что левая берется как бы ну более-менее нормально даже если не в одну но в две атаки то правую как как там брать в две даже атаки ну то есть там реально надо или что-то или что-то вообще невероятное делать и схитряться или ну или просто тупо сливать сливать атаки но хорошо это первая повестка дня вторая по поводу того что очень мало людей взяли легендарную трофеечку очень мало то есть 70 стадий вообще прошли считанные единицы например в эстонии 70 стадий вообще никто не прошел да я понимаю может быть они только достигли как бы алмазки и в следующем году будут рыпаться и проходить на легендарно но все-таки 70 вообще таджикистан один человек смог 84 и принципе все на этом следующая украина тоже только два человека смогли дойти до 70 плюс стадий это но краб легкий ну конечно же легкий конечно же легкий но россия конечно в россии побольше в россии не спорно в россии гораздо больше 88 пройденный стадий плюс куча человек взяли 70 плюс но то есть реально молодцы но сейчас мы перейдем к мировому топ и вы охереете просто тупо охереете потому что человек прошел ну какой-то китаец прошел 123 стадий 123 стадий карл как как он это сделал как он сделал 123 я 68 еле-еле скрипя зубами под фулл бустом он 123 как видите просто следующий отрыв невероятно то есть обычно там стадия 2 но 107 101 100 ну дальше уже принципе пошли 90 90 90 80 да окей но как он сделать 123 стадий я вообще не понимаю ну при том что больше основная масса вот все что ниже сотни они примерно близко там 199 97 96 95 94 там 89 88 ну короче реально примерно одинаково все проходили как 123 на этом фоне смотрится я вообще не понимаю я разговаривал утром с князем это вот ну топ-1 мира по беларуси он сказал что возможно люди приноровились и начали ходить чисто базуками за счет того что у нас сейчас есть племена на дым бесплатно практически бесплатный дым плюс можно было нормально выставить например не одну-две статуи на канонерку а 45 и ходить чисто под дымом базуками в самый конец или горзуками горзуками буллит то есть срочное включение князь действительно оказался прав вот скрин топ-1 мира то есть китайца у которого шесть статуй канонерки и четыре статуи на атаке то есть ему не надо было ни хп не куча атаки ему надо было просто тупо аккуратно водить базу кто если князь оказался прав одну-две лодки гор одного буллита и остальные шесть лодок 6 7 лодок базук и чисто забирать именно в соло атаке он предположил что только так это можно сделать ну второе предположение менее вероятное в том что вот этому чуваку попадались но просто легчайшие стадии просто что он но не может же одному человеку попасться там 70 легких стадий но не может ему 70 легких стадий поэтому князь предположил наверное он все-таки мастерски водит базук наверное все-таки он поставил не затупил а поставил много статуи именно на канонерку и пошел и просто тупо забирал соло стадий это единственное два объяснения и при том что по поводу легких стадий да вот как видите например 90 90 плюс стадий она она легкая она реально легкая то есть в ней ничего нет сложного то есть она точно такой же могла быть стадии там на 30 плюс на 40 плюс и на 90 плюс то есть видите реально абсолютно легкая стадия которую можно пройти было на легкие ну вот собственно такое видео получилось скринов до маловато но топчик мы посмотрели что это просто что-то невероятное но возможно уже краб немножко поднадоел людям что и скринов мало и никто особо не топит никто особо не старается но мне за свой за свою легендарочку конечно раби вот собственно и все не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на канал а с вами был андрей вар всем пока